Любознательные ангусы хоть и привыкли, что их снимает телевидение, но к появлению видеокамеры все равно не остаются равнодушными. Но как только к стаду выходит Николай Хомейкин, животные сразу понимают, кто здесь хозяин. Чтобы пошли, 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 заметили. Пошли, все. Первый признак любопытства. Самый любопытный. Заместитель управляющего фермой с самого утра в поле сейчас ответственный период. Животных перегоняют с летних пастбищ, чтобы проверить, сколько коров забеременели после процедуры искусственного осеменения. Задача Николая Хомейкина – все тщательно спланировать, чтобы каждый сотрудник фермы знал, что и во сколько должен делать. Быть руководителем на ферме – непростая и ответственная работа, признается Николай Сергеевич. Но для него очень важно быть нужным на своей родной земле. Стараемся, скажу себе, вложить свою душу, как наши отцы, деды вложили наши подрезвольцы в сельскохозяйство. Ну, конечно, хочется, чтобы еще было лучше. Я думаю, что весь процесс со временем пойдет на нужную основу и будет все налажено, хорошо и замечательно. Вместе с Николаем в агрохолдинге трудится и его брат-близнец Александр. Он работает механизатором. Хомейкины родом из деревни Ужа Трубчевского района. Вместе росли, учились, служили в армии. Потом работали в местных совхозах. А потом в 90-х в деревню пришла разруха и работать стало негде. Это все создавалось годами. Много, конечно, труда вложено, фирмы были построены. А потом разруха произошла. Обидно, конечно, что это все валится на глазах. Людям негде работать. В Москву ездим на стройку. В Москве 7 лет проработал на стройке. МГУ устроил учебный корпус. С самого начала до самого конца. После Николай узнал от брата, что в Брянскую область пришел крупный инвестор – агрохолдинг «Мираторг». И в родном районе появилась работа. Теперь не жалеет, что вернулся из столицы обратно в село. Конечно, чувствуется, что разные времена настали. Техника хорошая, новая, конечно, у нас. Замечательно. Люди довольны техникой. Удобно работать. А зарплатой довольны? Зарплатой. Кто работает, тот доволен. Брат Николай Александр тоже никуда не хочет уезжать. Говорит, где родился, там и пригодился. Хорошего механизатора в агрохолдинге ценят и уважают. Если бы нашим дедам бы эту технику, они бы годов бы 50 прожили. Техника сделана для человека. Приятно работать на этой технике. Братья Хамейкины надеются, что с развитием проектов «Мираторга» все больше людей сможет вернуться в село. Главное, чтобы было желание работать, говорит Николай Хамейкин. А работа в агрохолдинге найдется. Елена Смирнова, Сергей Ковыч. События. Трубчевский район.